Здравствуйте! Тема урока – производство серной кислоты контактным способом. Сегодня на уроке вы научитесь описывать контактный процесс промышленного производства серной кислоты. Узнаете значение серной кислоты для промышленности. Серная кислота известна очень давно. Первое упоминание о серной кислоте принадлежит арабскому алхимику Джабир Ибн Хаяну, жившему в восьмом-девятых веках. В его трактате «Итог совершенства магистерии» описывается методика получения серной кислоты из зеленого камня – железного купороса. Девятый век. Персидский алхимик Ар-Рази получал серную кислоту прокаливанием смеси медного и железного купороса. Тринадцатый век. Европейский алхимик Альберт Магнус усовершенствовал способ получения серной кислоты. В пятнадцатый век алхимики уже как триста лет получали серную кислоту из перита – феррум С2. Первый серно-кислотный завод был построен в Англии в 1740-1746 годах. Серную кислоту получали с сжиганием смесей серы и селитры в металлических сосудах с использованием свинцовых камер. Образующиеся при этом газы направляли в специальные стеклянные сосуды, где происходило поглощение их водой с образованием серной кислоты. Получали кислоту низкой концентрации – до 50-60%. В настоящее время основным методом производства серной кислоты является контактный, так как этот метод имеет преимущество перед другими. Первое – получение продукта в виде чистой концентрированной кислоты, приемлемой для всех потребителей. Второе преимущество – уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу. Сырьем для производства серной кислоты являются самородная сера, сероводород, сульфиды цветных металлов, например, сульфид меди одновалентный, сульфид цинка, сульфид свинца двухвалентного, гипс, перид, в котором содержание серы составляет 54,3%. Вспомогательным материалом является катализатор – оксид ванадия пятивалентного. В основе производства лежат химические реакции. Первое – обжиг перита, образование сернистого газа. 4-феррум С2 плюс 11О2 образуется 2-феррум 2О3 плюс 8СО2 и выделяется теплота. Или сжигание серы – С плюс О2, образуется СО2, выделяется теплота. Второе – каталитическое окисление диоксида серы до триоксида серы с участием катализатора – оксида ванадия пятивалентного. Реакция обратимая и экзотермическая. Отвод продуктов из зоны реакции – это важный технологический прием, основанный на том, что чем меньше концентрация вещества, тем выше скорость реакции, приводящей к его образованию. Третье – поглощение оксида серы шестивалентной. СО3 плюс H2О образуется H2SO4 плюс теплота. Так, первая стадия. Измельченный, очищенный, влажный перит сверху засыпают в печь для обжига в кипящем слое. Снизу, по принципу противотока, пропускают воздух, обогащенный кислородом, для более полного обжига перита. Температура в печи для обжига достигает 800 градусов. Перит раскаляется до красна и находится в подвешенном состоянии из-за продуваемого снизу воздуха. В кипящем слое не слеживаются даже самые мелкие частицы перита. За счет выделяющейся теплоты поддерживается температура в печи. Избыточное количество теплоты отводят. По периметру печи проходят трубы с водой. Горячую воду используют для центрального отопления рядом стоящих помещений. Образовавшийся оксид железа трехвалентного феррум-2О3, агарок, в производстве серной кислоты не используют. Его собирают и отправляют на металлургический комбинат, где он используется для получения железа, чугуна и стали. Таким образом выполняется принцип химического производства. Безотходность производства. Вторая стадия. Газ, образовавшийся при обжиге перита, называют печным или обжиговым газом. Эта смесь содержит сернистый газ, крупные и мелкие примеси, а также пары воды. Газовая смесь подвергается очистке. Очистку печного газа от твердых частиц агарка проводят в два этапа. В циклоне, где используется центробежная сила, твердые частички агарка ударяются о стенки циклона и всыпаются вниз. И второй. Для удаления мелких частиц газовая смесь направляется в электрофильтр, где идет очищение под действием тока высокого напряжения, приблизительно 60 000 В. Здесь используется электростатическое притяжение. Частицы агарка прилипают к наэлектризованным пластинам электрофильтра. При достаточном накоплении под собственной тяжестью они всыпаются вниз. А сушку печного газа проводят в сушильной башне. Снизу вверх поднимается печной газ, а сверху вниз льется концентрированная серная кислота. Для увеличения поверхности соприкосновения газа и жидкости башню заполняют керамическими кольцами. На выходе из сушильной башни печной газ уже не содержит ни частичек агарка, ни паров воды. Печной газ теперь представляет собой смесь оксида серы, 4-х валентной, и кислорода. Смесь диоксида серы и кислорода нагревается в теплообменнике и движется по трубам, между которыми в противоположном направлении проходит холодная смесь, которую необходимо нагреть. В результате происходит теплообмен. Исходные вещества нагреваются, а продукты реакции охлаждаются до нужных температур. Нагревают газ до температуры 400 градусов Цельсия. Подогретый газ поступает в контактный аппарат, где происходит процесс каталитического окисления диоксида серы. Катализатором является оксид ванадия 5-ти валентного. Уравнение реакций. 2SO2 плюс О2. Температура 400-500 градусов по Цельсию. Давление и катализатор. Образуется 2SO3 и выделяется тепло. Реакция обратимая, каталитическая, экзотермическая. Так как реакция идет с уменьшением объема, от 3 объемов к 2, то необходимо повышенное давление. Повышает давление до 7-12 атмосфер. Начинается реакция при температуре 420 градусов. Но благодаря многослойности катализатора, 5 слоев, температуру можно повышать до 550 градусов по Цельсию, что значительно ускоряет процесс. Третья стадия. Охлажденный в теплообменнике серный ангидрид SO3 направляется в поглотительную башню, где происходит его поглощение. Поглотительная башня заполнена керамическими кольцами для увеличения площади соприкосновения веществ. Газ подается снизу, а сверху разбрызгивается 98% серная кислота. Поглощать серный газ водой нельзя. Так как над ней всегда находится пар, который образует серным ангидридом очень устойчивый серно-кислый туман, который не поглощается водой. Продуктом взаимодействия концентрированной серной кислоты с серным ангидридом является олеум, раствор серного ангидрида в серной кислоте. НСО3 плюс НСО4 образуется НСО4 умножить на НСО3. Транспортируют серную кислоту в железнодорожных и автоцистернах из кислотостойкой стали. Хранят в герметически закрытых емкостях из полимера или нержавеющей стали, покрытой кислотоупорной пленкой. Ежегодно в мире получают свыше 150 тонн серной кислоты, основное количество которой расходуют на производство минеральных удобрений и на очистку нефти и нефтепродуктов. Серная кислота также находит применение в металлургии, получении красителей, лекарств, взрывчатых веществ, химических волокон, притравлении металлов, для получения других кислот и солей, как окислитель и водоотнимающее средство в лабораторной практике. Потребление серной кислоты. 60% занимает производство удобрений. 13% агрохимия. 10% выщелачивание руд. 10% производство яда химикатов. По 2% красители и целлюлозно-бумажная промышленность. Экологические проблемы. Производство серной кислоты создает немало экологических проблем. На первой стадии это потери сырья при добыче, транспортировке, хранении и переработке. Продукты промежуточных реакций, диоксид серы и триоксид серы, при попадании в атмосферу вызывают образование кислотных дождей, которые ведут к гибели растительности, возникновению респираторных заболеваний у животных и человека. Вызывают коррозию металлов, мрамора, закисление почв и водоемов. В целях снижения загрязнения окружающей среды создаются безотходные производства, при этом используются бесточные системы. Для предотвращения выбросов диоксида и триоксида серы используют специальные фильтры. Необходимо кооперировать различные производства, например, металлургические предприятия и производство серной кислоты. Комплексная переработка сырья является экономически целесообразной. Она позволяет использовать все составные части сырья, что способствует повышению эффективности производства, сокращается расход природного сырья, снижается стоимость сырья, стоимость конечных продуктов, снижается загрязнение окружающей среды вредными веществами. Перейдем к выполнению заданий. Первое задание. Для смещения равновесия в сторону образования триоксида серы в данной реакции необходимо А. Понизить температуру, Б. Повысить температуру, В. Повысить давление, Г. Понизить давление, Д. Увеличить концентрацию реагентов или удалить триоксид серы из зоны реакции, Е. Уменьшить концентрацию реагентов. Правильный ответ. П. Понизить температуру, П. Повысить давление, Увеличить концентрации реагентов или удалить продукт реакции из зоны реакции. Второе задание. Охарактеризуйте реакцию обжига перита. Правильный ответ. Это реакция горения, Экзотермическая, Гетерогенная, Некаталитическая, Необратимая И окислительно-восстановительная. Третье задание. Для сушки оксида серы шестивалентной используют. Правильный ответ. Концентрированную серную кислоту. Подведем итог урока. Сегодня на уроке вы узнали о стадиях производства серной кислоты контактным способом. А также узнали значение серной кислоты для промышленности. Урок окончен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова